МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Командующий 2-й гвардейской общевойсковой краснознаменной армией Андрей Колотовкин первым был удостоен почетного знака Дмитрия Устинова. Его командарму вручил губернатор Дмитрий Азаров во время одной из своих поездок в зону проведения специальной военной операции. Региональная награда, почетный знак Дмитрия Устинова, учреждена по инициативе губернатора Самарской области. Легендарный маршал Советского Союза, наш земляк Дмитрий Устинов, во время Великой Отечественной войны смог в кратчайшие сроки создать заново оборонную промышленность страны, обеспечив вооружением и боеприпасами нашу армию. Региональной почетной наградой будут удостоены военнослужащие, проявившие мужество и отвагу, и те, кто выполняет задачи по обеспечению безопасности государства, вносят вклад в развитие промышленности региона. Растения будущего создаются сегодня. Важнейшая задача российского агропромышленного комплекса в новых экономических условиях – обеспечение собственным семенным материалом. Аграриям необходимы сорта, которые хорошо приспособлены к местным условиям. Сегодня в Самарской губернии ведется селекционная работа по всем основным культурам. Представители власти, науки и бизнеса объединяют усилия и создают полный цикл производства – от научных разработок до выхода на рынок готовой продукции. Так, например, благодаря совместным усилиям Самарской науки, бизнеса и федеральной поддержке в виде государственного гранта был создан и внесен в Росреестр новый сорт картофеля «Джулия». Есть программа развития селекции картофеля. И она федеральная. Мы в этой программе участвуем. То есть мы участвовали как грантовская система поддержки. Мы заявили, соответственно, выиграли этот грант. И сегодня пользуемся тем, что государство 50% поддерживает нас в наших затратах. В этом году из федерального и областного бюджетов запланировано свыше 150 миллионов рублей на поддержку элитного семеноводства, зерновых и технических культур. А также около 45 миллионов на селекцию картофеля и овощей открытого грунта. Практически ежегодно у нас появляются новые сорта. И очень многое находится в разработке. То есть два института и семеноводческие хозяйства, у которых есть оригинаторство этих сортов, они постоянно ведут эту работу. С наступлением солнечных дней владельцы садовых участков и дачи устремляются за город. Граждане начинают наводить порядок, сжигают мусор и сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом. На протяжении многих лет пал сухой травы остается основной причиной природных пожаров. Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно. Если справиться с огнем не удается, сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 или 101, точно назвав адрес места происшествия. Команда клуба «Моржи Тольятти» закончила свои выступления на открытом Кубке Самарской области. По результатам заплывов наши спортсмены завоевали 14 медалей. Этот вид спорта закаляет характер. В Ставропольском районе прошел открытый турнир по кикбоксингу в памяти Евгения Савинова. Почти 300 спортсменов со всего Приволжского федерального округа оттачивали свое мастерство и боролись за звание лучшего. Ранее у нас, знаете, как два года подряд данный турнир проходил в рамках чемпионата первенства Самарской области. Я проводил его на территории Тольятти спорткомплекса «Акробат». В этом году по обстоятельствам данный турнир остался как открытый в муниципальном районе Ставропольский. Было принято решение провести на земле района. Конечно, мы не ожидали, что в итоге приедет такое количество спортсменов, но это очень здорово, я считаю. Мы развиваемся, с каждым годом больше и больше спортсменов приезжает. Я считаю, что помогать молодежи мы должны, обязаны и проводить эти турниры – наш долг гражданский. Мы активно помогаем вообще молодежи, которые вносят в спортивную культуру наш быт, повседневность, молодежь. Это же не только здоровье, но и воспитание своего рода. Недаром ведь говорят тренер – второй папа. Все подробности соревнований в ближайшем выпуске новостей. Субтитры создавал DimaTorzok